Здравствуйте, с вами Екатерина Брачина в студии Колес Коэньюз. Мы продолжаем говорить о безопасности на основе технологии блокчейн. Цифровой обмен данными не означает обмен безопасный. Итак, если вы что-то кому-то посылаете, то это не обязательно защищено. Даже информация, пересылаемая в так называемых частных корпоративных сетях, является приватной лишь частично. О том, как эту ситуацию можно изменить, мы поговорим с нашим гостем. Встречайте, генеральный директор проекта P2P Solutions Foundation Джеймил Шериф. Знакомьтесь, Джеймил Эй Шериф – соучредитель, президент и генеральный директор Electronic Learning Incorporated. Джеймил Шериф получил высшее образование в европейских и американских учебных заведениях. Степени BSBM и MBA были присуждены с отличием и наградами Some Come Loud. Также Джеймил имеет диплом в области информационных технологий и диплом по программному обеспечению от Stanford Engineering. Ему удалось учиться у знаменитых профессоров Дэна Бонаха и Нейла Десвани. Уже более восьми лет он возглавляет сильную команду Innovation Solutions International Incorporated, целью которой является содействие созданию глобально децентрализованной платформы безопасных, без помех, одноранговых коммуникационных систем. Теперь эта уникальная система переходит на блокчейн посредством проекта P2P Solutions Foundation, которую Шериф возглавляет. Из личных достижений Джеймила – огромный опыт участия в волонтерском движении. Шериф знает восемь языков, в свободное от работы время ведет курсы криптографии и блокчейна. Его хобби – это путешествия и экстремальные виды спорта, такие как горный туризм и отдых на природе. Здравствуйте, Джеймил. Рада видеть вас в студии Колес Коэньюз. Здравствуйте, Кэтрин. И приветствую всех. Спасибо, что пригласили меня и дали мне возможность выступить. Вы планируете предложить пользователям систему, через которую они могут обмениваться конфиденциальными цифровыми активами или файлами без каких-либо вмешательств со стороны третьих сторон, даже не администраторов. Каким образом, как работает идея P2PS? Итак, вы, наверное, знаете, что все, чем вы обмениваетесь сегодня в цифровом виде, с кем угодно, не является конфиденциальным, и любые стандарты конфиденциальности содержат информацию, которой вы обмениваетесь в своих частных корпоративных сетях. P2PS – это платформа одноранговой сети, которая защищает, например, ваши медицинские данные, медицинские записи, банковскую информацию и все другие цифровые активы. Каждый раз, когда вы хотите обменять что-либо между двумя сторонами, это то, что делает на таких платформах P2PS, то это просто нечто несущественное. Позвольте привести пример. Давайте поговорим о частных интернет-сетях. Системный администратор или администратор сети имеет доступ к вашим файлам, которые вы отправили другому человеку в некой сети по расширению. И каждая отдельная сеть, которую вы используете в любом месте, использует тот же принцип. И даже до того, как ваш целевой получатель и точка B получили ваши цифровые данные, кто-то уже обращался к ним или, возможно, даже посмотрел их до того, как вы отправили сообщение, и оно достигло входящей почты получателя или системного устройства, которое у вас есть. И тогда мы говорим о хранении или обмене информации за пределами нашего личного пространства чего-либо, что может быть сохранено сторонним поставщиком услуг. Не имеет значения, где оно хранится в центре обработки данных, даже если оно вам известно. Тем не менее, всегда есть вмешательство третьей стороны. Это не есть правильность по любым стандартам конфиденциальности, не так ли? В каких практических областях это будет применяться? Существует много практических кейсов. Один из них, например, в банковских учреждениях, существует много случаев такого использования. Когда вы находите блокирующие системы, но конфиденциальные данные все равно необходимо передавать. Другой пример в государственных учреждениях, а также в медицинских учреждениях. Информация доктор-клиент, например, которую врач использует или отказывается делиться с родителями пациентов. В большинстве случаев затем отправляется по электронной почте пациенту, как вы знаете, через открытую сеть. Как мы все знаем, электронное письмо — это обмен данными, проходящими через множество серверов и интернет-провайдеров. И вам также очевидно, что оно не является конфиденциальным больше, так как каждый интернет-провайдер или сервер, через который прошло электронное письмо, имеет копию этой конфиденциальной личной информации. Возьмите, к примеру, издателей контента, столкнувшихся с огромной проблемой. Сегодня это настолько чувствительно для издателей, что из-за авторских прав, которые вы знаете, в Мальдине теперь происходит обмен этой информацией. Ладно издатели контента, которые сталкиваются с этой огромной проблемой. Все, что они пытаются сделать, — это защитить свой контент, защищенный авторскими правами, который потребовал годы для его создания. Итак, говорите ли вы о Пирсоне или Хао Тони Мифлене или любом другом издателе в мире, все они сталкиваются с той же ситуацией с цифровым контентом. P2PS была создана не вчера. Расскажите, пожалуйста, о долгом пути создания компании. Все началось еще в 2010 году, когда мы исследовали решения по отправке издателя материалов, защищенных авторскими правами. Учебных материалов на изолированные компьютерные устройства, используемые системой образования, которые были разработаны одной из наших компаний, Electronic Learning. На тот момент мы не нашли никакого жизнеспособного и эффективного решения на глобальном уровне, которое могло бы посылать такую информацию, конфиденциальную информацию. Конечно, потому что она защищена авторским правом от одного устройства к другому или даже к нескольким устройствам, без сохранения копии этой передачи на сервисе. Это было для нас большим вызовом, что побудило процесс изучения возможностей разработки нашей собственной системы. И одна вещь привела к другой, и мы начали процесс исследований и разработок, чтобы разработать нашу личную собственность. Первая система, которую мы назвали системой PUSH в этот момент времени. Затем мы отправились в банки и переговорили с финтэч-профессионалами. Мы обнаружили, что они тоже сталкиваются с похожими проблемами. В основном все банки используют системы блокировки, где конечным пользователям не разрешается использовать какой-либо USB-накопитель или компакт-диски или DVD-диски. Ничего из этого. Следующий шаг. Мы исследовали государственные и медицинские учреждения. Это был долгий процесс, чтобы попытаться определить наши целевые сегменты рынка. Это было непросто. Я имею в виду, когда мы говорим об использовании системы, которая разрабатывается, а затем вы проводите процесс исследований и разработок, пытаясь создать такую систему, которая делает ее надежной и помехоустойчивой. Это был серьезный вызов. Почти все, кто пытается обмениваться конфиденциальной цифровой информацией, сталкиваются с аналогичными проблемами. Это и побудило нас провести дальнейшее исследование, связанное с размером рынка. Полученные результаты оказались ошеломляющими. Мы обнаружили, что только в 49 странах у нас имеется целевой рынок, около полутора миллиарда конечных пользователей, из которых удобный для обслуживания доступный рынок составляет около 772 миллионов конечных пользователей. Это было достаточно большое число для нас, чтобы начать действовать, а затем построить систему, которая проста в использовании и интуитивно понятна для конечных пользователей. Итак, сейчас мы полностью функционально готовы к интеграции в блокчейн, чтобы сделать его еще более эффективным для всех заинтересованных сторон. Почему вы выбрали именно ERC-20? Итак, ERC-20. Что такое ERC? Это запрос эфириум для комментариев. И по существу есть два типа ERC-20 и ERC-23. Стандарт ERC-20 был разработан еще в 2015 году. Протестирован и широко использовался. И похоже, что вы знаете, что его легко переносить между пользователями и платформами. Поскольку наш токен – это система на смарт-контракте, и которая построена на блокчейне эфириум, она использует стандарт ERC-20. Он легко переносится между пользователями и платформами, используя кошельки, совместные с ERC-20. Вы находитесь на финальной стадии ICO. На следующем этапе начинается интеграция блокчейн. Что это значит? Почему вы будете делать это и для чего? Расскажите нам подробнее об этом. Действительно, безопасность данных чрезвычайно важна для всех, будь то государственные учреждения или корпоративные учреждения. Если уж на то пошло, оглянитесь вокруг, и вы увидите так много мошенничества с кредитными картами, взломов банковских счетов, взломов криптокошельков и даже бирж. Самая большая проблема, с которой мы столкнулись сегодня, заключается в передаче конфиденциальной цифровой информации и активов из точки А в точку Б, без вмешательства какого-либо лица, имеющего какой-либо доступ к ней. Таким образом, одним из самых больших преимуществ интеграции с блокчейн является постоянный учет транзакций и превращение финансовых действий и эффективные и безопасные процессы. Мы поставили систему на блокчейн, что дает огромные преимущества для всех заинтересованных лиц. И, как мы все знаем, переход от централизованной к децентрализованной системе имеет больше преимуществ с точки зрения экономии времени и затрат. Вначале это может занять некоторое время, усилия, а также вы понимаете финансовые обязательства, ресурсы для перехода на децентрализованную блокчейн-систему. Конечно, это вызов, но однажды он станет очень рентабельным для всех заинтересованных сторон, будь то учреждения или отдельные конечные пользователи. Звучит здорово. Какое будущее вы видите для токенов P2PS? Какая прибыль в этом для наших зрителей? Будущее токенов P2P очень яркое, на мой взгляд. У нас есть доступный рынок для обслуживания, более чем с 770 миллионами потребителей и общим объемом около 100 миллионов токенов. И мы наблюдаем огромный спрос на наши токены P2PS. С течением времени, особенно когда мы запустили платформу на блокчейне, я не смог бы прогнозировать прибыль для наших зрителей. Одна из причин заключается в том, что мы воздерживаемся от предложений. Однако, поскольку токены P2PS – это единственный способ, к которому может получить доступ любой человек, желающий использовать помехоустойчивую платформу, то любой, кто покупает токены на этой начальной стадии, в конечном итоге получит возможность передать их людям, нуждающимся в токенах. И это может дать им какую-то выгоду. Итак, давайте посмотрим на это таким образом. Сегодня все переходит к цифровым транзакциям, будь то электронная коммерция, банковское дело или даже собственность на недвижимость, и все, что вы можете представить. К сожалению, не существует системы, которая предложит необходимую вам безопасность через одноранговую сеть для чувствительных цифровых данных. Поэтому мы ожидаем существенный спрос после того, как произойдет быстрое распространение платформы. И это уже произошло в нескольких странах, а мы ориентируемся на 49. Единственный способ получить наши токены, если такая необходимость у вас возникает, может произойти через публичные биржи. На этом мы, наверное, закончили бы наше ICO. И, следовательно, все токены будут на публичных биржах, где спрос неизбежно приведет к росту цены. Это естественно. Как насчет бирж? Да, мы уже утверждены несколькими современными и защищенными биржами для листинга наших токенов. Поскольку некоторые из бирж были недавно взломаны, вы, наверное, видели отчеты об этом, мы не совершаем таких ошибок, как некоторые другие, и, конечно же, мы об этом узнали от них. Поэтому мы принимаем наши собственные меры предосторожности, если можно не торопиться выставлять на аукцион наши токены. Кроме случаев, когда у нас есть твердая уверенность в том, что приняты надлежащие меры предосторожности против взлома. И, наконец, хотели бы вы добавить что-то о своей команде? Да, конечно, с удовольствием. Таким образом, у нас есть очень мотивированная команда разных людей с огромным многокультурным и многонациональным опытом. Цель которых – внести реальный вклад в глобальную децентрализованную, безопасную и защищенную платформу одноранговых коммуникационных систем. Хотя, конечно, каждый член команды и персонал вообще крайне важны для нас. Поскольку у нас достаточно времени, чтобы рассказать обо всех наших сотрудниках и коллегах, я расскажу о некоторых из наших замечательных членов многонациональной команды. Прежде всего, гражданин Дэвид Дрейк, который является директором нашего консультативного совета. Дэвид родился в Швеции, и он является основателем LDJ Capital, который работал в Нью-Йорке. Сегодня LDJ имеет более 50 мировых директоров и партнеров семейной инвестиционной фирмы с управляемыми активами в 1,5 триллиона долларов. Далее господин Кэн Тачибана. Он технический и финансовый специалист. У него есть степень бакалавра и магистра по информатике Калифорнийского университета, а также Беркли и Стэнфорда. А еще у Кэна есть степень магистра экономики Стэнфорда. И если этого недостаточно, он также имеет за спиной МБА в области финансов университета Беркли. Затем господин Ян Скарф. Он был бизнес-предпринимателем, страховщиком-консультантом, а также советником. Ян серийный предприниматель, инвестор-консультант. И он обладает уникальной информацией о каждом аспекте работы организации. Ян специализируется на блокчейн и ICO-консультациях. Немногие люди знают, что Ян является вторым членом как ICO-эксперт по шкале ICO-бенч. Я имею в виду ICO-бенч, мировую шкалу рейтингового агентства. Далее, конечно, Майк Шокин, сертифицированный финансовый аналитик, обладающий опытом в области корпоративных финансов, биткоинов и блокчейна. Майк является аналитиком в области фондового анализа в NG Paris, и он также преподает в университете Нью-Йорка. Майкл имеет ученые степени в области финансов, колледжей Бхаруха, колледж Нил и Саас-Ландер. Далее также у нас есть доктор Валит Альорини. Он был технологом. У него есть степени бакалавра и магистра по информатике, и еще он имеет степень доктора технических наук в университете Рейдинг, Великобритания. Доктор Валит имеет большой опыт в области телекоммуникаций, информационных технологий, а его опыт включает в себя сетевое проектирование вместе с внедрением, а также обеспечением информационной и телекоммуникационной безопасности. Шон Кертс – архитектор финтек-решений и специалист по маркетингу. Шон Кертс известен как основатель Cloud Network и XWS, и он, конечно же, признанный предприниматель. В 2009 году Шон между делом получил степени бакалавра наук и бакалавра разработки программного обеспечения в Манго Кам Лаунч в колледже блокчейн Ренч университета Флорида. В том же году был запущен блокчейн, и с тех пор Шон Кертс ассоциируется с блокчейном. Точно так же у нас есть Шон Бризендин, который с самого начала ассоциировался с блокчейном. Шон Бризендин – специалист по блокчейн, который был связан с несколькими успешными финансируемыми ICO. Я хочу сказать, что мы вместе общаемся почти каждый день. Еще у нас есть несколько других сотрудников, но позвольте мне отметить одного заметного члена команды – Джатимдера Кумара. Он занимается нашим маркетингом и обладает значительным опытом в области техники и бизнес-администрирования. Джатимдер – выходец из Индии. У него есть степень бакалавра инженерных наук, а также степень МБА. Спасибо, Джеймил. Я надеюсь, что вы достигнете прекрасных результатов и вас ждет большой успех в ICO P2PS. Да, моя команда, я в восторге. И с нетерпением ждем этого. Спасибо за уделенное время. Это был Джеймил Шериф, генеральный директор P2PS Solution Foundation в студии Колес Коэн Юз. Оставайтесь с нами.